ДИНАМО АВТОР Сергей Федорович, комментарии? Ну, в принципе, если оценивать в общем, то я так думаю, что, наверное, 2-2, я так думаю. Может быть, результат справедливый, потому что, скорее всего, мы на победу сегодня не наиграли. Действительно, очень тяжелая была игра, потому что до игры я говорил, что Динамо – это такая команда колючая, которая может преподвести сюрпризы. Те ошибки, которые мы допустили в обороне, я все-таки считаю, что это из-за невнимания, потому что нам забили первый гол со стандарта, второй гол мы там не доиграли, опять же, момент. Где-то, может быть, опять же, мои ошибки не объяснили до конца какие-то определенные моменты, и нас соперник за это оказал. Во втором тайме мы, опять же, попытались нагнетать, потому что, естественно, эта команда, когда проигрывает, нужно отыгрываться, мы отыграли мяч, искали, опять же, счастья в чужих ворот, но в этой игре я почему-то думаю, что это… 2-2 – это, наверное, справедливый результат. Хочу поблагодарить еще раз ребят. На данный момент, я думаю, что они выжили максимум у себя, и придется нам еще очень много-много работать для того, чтобы выправить свое положение. – Пожалуйста, вопрос. Игорь Иванович, пожалуйста, сегодняшний день «Динамат» вас зачем-то удивило? – Нет. – Зима? – Тоже нет. Зачем меня вас удивило? – Мы уже третий раз играем за два месяца. – Зимбру при Владимире Анне и Зимбру… – Нет, слушайте, меня всегда не впутывают. – Ну, мы были… – Нет, не впутывают. При том, при хорошем, это не надо. Мне какая разница, при нем какие были и сейчас какие. Мне вообще команда соперников вообще не интересует. – Вот мы какие были. Вот какие сейчас стали. Вот я за своих могу стоить. А сравнивать кого-то меня даже не провоцировать. – Я хочу узнать ваше мнение на счет того, что вы видели разницу, когда вы сыграли этим три, и сейчас… – Хорошо, на сборах были самые лучшие. Кто тренер был? – На сборах? – Ну да, когда подготовительный период. – Я как-то их смотрел. Просто ходил мимо, проходил и грабил. – Да не надо меня провоцировать. Мне это зачем? – С тем тренером или с этим тренером, мне абсолютно чужая команда, вот здесь Сергей Федорович, он разберется в своей команде. – А я буду разбираться в своей. Вот так будет, наверное, правильно. – Сергей Федорович, пожалуйста. Сколько у вас времени будет, так сказать, на раскачку? – Я думаю, что вы только готов в команде, и сейчас два-два, то есть вам нужно уже, так сказать, скоро с вас, наверное, начнут требовать результат. – Да, по большому счету времени на раскачку нет, еще раз, мы сейчас входим в такой период, когда мы играем два на третьем. – То есть времени на раскачку нет. Сейчас мы сыграли с «Зимом авто», потом «Кубок», потом «Шериф», потом… – Пропущенный, там еще… – Да, и там целая куча. То есть до 7 июля мы так и будем, я имею в виду, будем идти. То есть, по большому счету, там и тренироваться времени очень мало, поэтому будем идти от игры к игре. И на раскачку времени нет. Будем, опять же, еще раз, будем пытаться изменить положение. Все, что в наших силах, опять же, я говорил, попытаемся приложить. – Насколько в вашей линии игры будут отличаться от того, чтобы было у вас? – То есть, я имею в виду, в плане тактики? То есть, в плане «Зимом авто» у вас будет как-то по-другому играть? Или вы все-таки как-то сохранили то, что уже было на игре, и будете это продолжать? – Ну, опять же, рушить – это самое плохое, что может быть. То, что было хорошее, естественно, мы пытаемся оставлять, и я от этого не отказываюсь. Это нормально, потому что люди проделали работу. Это все хорошее надо сохранить. Что-то добавить – да, но то, что было до этого, я считаю, что здесь ничего больше не делал. – Что вы считаете, что нужно добавить? – Ну, опять же, где-то агрессия в атаке, где-то, может, какой-то подвижности, я имею в виду, в действии. Выбегать в контры быстрее, лучше контролировать мяч. Здесь много-много аспектов, если так не цепляться, то… – Ну, конечно, там только остается, в центре. – Ну, «Припелиться» он пропускал, потому что целый месяц его не было. Поэтому ситуация была вынуждена перестроиться. Будет готов «Припелиться», значит, в оброне будут другие перестановки. – Игорь Иванович, что с Сашей бежал? – Трак? – Ну, месяц. – Игорь Иванович, то есть у вас в середине турнира подвижности достаточно годный. – А какие конкуренты? – Там очко, по-моему. – Да. – Очко от последнего места. – Тут конкурентов нет. – Тут все конкуренты. – Там очко, по-моему, или два? – Два. – Очко. – Нет, два. – Одиннадцать сейчас у вас и там они выиграли? – У кого-то восемь, да. – Кто-то тоже в ничуть сыграл. Мы в ничуть. Опять те же очко два, от четвертого до последнего. Так получилось. Все конкуренты. – Ну, в принципе, для вас борьба за четвертое место, кто-то ехать в Европу? – У нас, честно говоря, мы не ставим, что поставили задачу в четвертое место. Поставили задачу максимально выкладываться в каждом последующем матче. Все. А там будет видно, что куда зайдем. Вопрос в каком-то время напоследок. Вы оба были футболистами, были очень хорошими футболистами, играли на высоком уровне в разных командах, разных странах. Вспомните то поколение и нынешнее поколение. В чем между вами, между тем, как вы имеете разницу в плане духа, характера, качества? Почему сегодня меньше игроков в уровне ваших, когда вы ваше время играете? Вы же действительно довестники? Не довестники? Ну, все равно. Все можно по себе ответить. Такой общий вопрос, не касаемо матч, у вас все-таки интересно. Игра на игру не приходится. А то, что касается каких-то вот таких личных качеств, характера, там, это... Даже можно сказать, мастерство раньше, это пропасть. Целая пропасть. И я думаю, что это просто вот то постсоветское пространство, все страны из постсоветского. Вот эта потеря, я думаю, десяти лет, которая просто выпала. Это сейчас и дает свои плоды. То есть, минимум десять лет футбола не было. Были рынки, были, я не знаю, что там было. Я же помню, что творилось. Манеж, все, все было закрыто, все под рынком. Какой футбол? Не до спорта было. Сейчас опять началось какое-то движение. Поэтому нужно ждать плоды чуть попозже. Вот и все. Я, в принципе, согласен, потому что, если брать в общем, понятно, что ребята играют так, как их учили. За счет того багажа, который они получили, опять же, в школе. Плюс то, что дают тренера и непосредственно, когда они работают в команде. Опять же, хотелось бы каких-то бойцовских качеств. Побольше мы с Рославием с Ивановичем. Но то, что имеем, то имеем. Пытаемся, опять же, работать с теми футболистами, которые есть. И пытаемся, опять же, может, где-то чего-то добавить или какие-то качества. У кого-то они есть, проявляются, у кого-то нет. Поэтому вот так вот. Спасибо. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok